И мы переходим к следующей лекции, Ольга Сергеевна Тарасова. Где мы исследуем изменения церебральной и системной гемодинамики при таком заболевании, как стеноз сонных артерий у людей с атеросклерозом и моделируем это состояние у лабораторных животных. Я сегодня буду рассказывать не о наших результатах, потому что мы только в начале пути. Я действительно сделаю обзор такой глобальной данных литературы. Давайте я пока буду говорить. Я буду говорить о системных эффектах, тех системных эффектах, которые возникают при ишемическом повреждении жизненно важных органов и могут усугублять эти повреждения. А вот в предыдущей лекции вы слышали о влиянии кортизола, такого системного гуморального фактора. Я буду говорить в основном о изменениях нервной регуляции. И непривожный факт заключается в том, что многие сердечно-сосудистые патологии, которые, в общем-то, связаны с ишемизацией органов, они сопровождаются повышением активности симпатической нервной системы. И мы видим, что это повышение активности, симпатическая активация, оно влияет на состояние, в общем-то, и может вызывать негативные изменения в очень многих органах. Это и повышение уровня давления, это дисфункция эндотелия, которая портится давлением и другими факторами. Это, соответственно, развитие атеросклероза, сосудистые нарушения в мозге, потому что известно, что, так сказать, очень большое количество невропатологий связано именно с сосудистыми нарушениями. В частности, вот такое состояние, как геменция, сосудистые превью механизмы, это второе по вкладу после болезни Альцгеймера. А далее это, естественно, коронарная недостаточность и негативные изменения функциональные в сердце. В почке это повышение сопротивления сосудов, секреция ренина, который, как мы далее видим, будет тоже таким патологическим фактором в данном при гиперактивности. Ну и, соответственно, изменение экстреторной функции почки. И вот основной идеей, которую я сегодня хочу донести, это то, что ишемия органов, которая, в частности, возникает, вот как мы видим, тоже из-за гиперактивности симпатической системы, она может приводить к еще большему повышению активности симпатической системы, замыкая вот такой вот порочный круг развития патологии. И я рассмотрю это, как бы, такое влияние на примере головного мозга, почки, ну и еще одного игрока, который пока анонимен, но далее я его, соответственно, введу. Когда мы говорим об изменении нервной регуляции при ишемии головного мозга, то в первую очередь на ум приходит реакция Кушинга. Эта реакция была описана Гарвием Кушингом, видите, в начале еще прошлого века. И заключается она в том, что если повышать внутричерепное давление путем введения, ну, скажем, раствора искусственной цереброспинальной жидкости, то возникает, вот вы видим, при повышении давления возникает повышение системного артериального давления, которое, в общем-то, обратимо. В чем, как бы, вроде бы реакция известна давно, в чем, как бы, почему она действительно, эта проблема получила развитие в наши дни. Потому что, когда Гарвием Кушинг моделировал вот эти изменения, он использовал достаточно высокие изменения повышения давления, 100 миллиметров более. И поэтому, с одной стороны, конечно же, понятно, что вот это повышение давления, оно, как бы, увеличивает напорное давление на входе в мозговые сосуды, то есть способствует поддержанию мозгового кровотока. Но вместе с тем возникает, вообще-то, вопрос. А вот эта реакция, это что? Последняя линия защиты, то есть, когда уже ничего сделать нельзя, то она возникает, да, при очень высоком повышении, так сказать, внутричерепного давления, или же это физиологический механизм. И вот в последние годы действительно появились такие работы, которые показали, что повышение, соответственно, системного артериального давления в результате повышения, как бы, референтной симпатической активности, возможно, при довольно умеренном увеличении внутричерепного давления, ну, где-то порядка 10-15 миллиметров тутного столба. Это уникальный эксперимент на бодрствующих овцах, которые, так сказать, инструментально готовили к этому воздействию, к таким экспериментам. Они регистрировали, еще раз говорю, внутричерепное давление, вводя церепроспинальную жидкость в боковой желудочек. И мы видим, что при повышении возникает повышение системного давления, которое связано с активацией симпатической системы. Позже такие результаты были получены в экспериментах на мышах. Здесь тоже мы видим вот внутричерепное давление 10-20-30 миллиметров тутного столба. А это системное давление, которое растет, в общем-то, одновременно с внутричерепным. И оно также связано с активностью, активацией симпатической системы, которая у мышей также измерялась в почечном нерве. Ну, это вот как бы такой групп дейта, да, мы видим, что повышение давления ведет к градуальному повышению симпатической активности. Ну и, наконец, как бы уникальными тут данными являются данные, полученные на человеке. Да, потому что, в общем, все мы работаем для того, чтобы внедрить какие-то, чтобы понять, что происходит в клинике, внедрить что-то в клинику. Это регистрация симпатической активности в малоберцовом нерве у человека. Есть такая методика, в общем-то, малоинвазивная. Но эксперимент был более инвазивен, потому что испытуемым вводили в спинно-мозговой канал, тоже спинно-мозговую жидкость. Это были добровольцы. Вот такие эксперименты делают на людях. И мы видим, соответственно, что повышением внутричерепного давления сопровожалось активацией симпатической активной системы и, соответственно, повышением системного артериального давления. Ну, дальше возникает вопрос, да, но когда вводится раствор куда-то в субарахноидальное пространство или в желудочке мозга, да, возникает вопрос, а вообще какие области мозга анициируют эти изменения? Надо сказать, что вообще, как вы знаете, что мозг, он снабжается через двумя внутренними сонными артериями и двумя позвоночными артериями, которым сливается базилярную, да? И вот, в принципе, конечно же, потом все это шунтируется вилизиевым кругом, который расположен в основании мозга. Но, в принципе, мы видим, что у разных влекопитающих есть все-таки в мозге области, которые снабжаются преферабельно из сонных артерий и из позвоночных артерий. Так вот, на самом деле, наиболее чувствительные к этому воздействию повышению внутричерепного давления, к действию ишемии, чувствительные стволовые структуры мозга там, где, собственно, расположен сердечно-сосудистый центр. Измените, смотрите, очень как бы удивительное сходство у человека и у грызунов, которые очень часто используются в таких исследованиях. Ну, это вот тоже как бы эксперименты на грызунах, да? Показано, что окклюзия, пережатие позвоночных артерий приводит к повышению симпатической активности, к повышению системного давления. А, соответственно, если локально в области сердечно-сосудистого центра, а именно в такую область, которая называется арвиелем, это растральный вентрово-теральный отдел продолговатого мозга, где расположены, как бы говорят, прессимпатические нейроны. Это нейроны, которые дают напрямую проекцию к симпатическим преганглионарам. Вот если их, как бы, соответственно, на них воздействовать гипоксией или нарушать в них тканевое дыхание действием, соответственно, цианида, очень низкими концентрациями цианида, да, то, соответственно, тоже возникает активность этих нейронов. Ну и в итоге возникла такая, как бы, идея, что действительно это все-таки физиологический механизм регуляции мозгового кровотока, но, как часто бывает, срыв физиологической регуляции приводит к патологии. И вот тут на этом рисунке, соответственно, приведены размер базилярных артерий и позвоночных артерий у нормальных крыс и у крыс со спонтанной гипертензией. То есть это модель первичной гипертензии у человека. И мы видим, соответственно, что у спонтанно-гипертензивных крыс эти артерии уже. И вот на основании, как бы, этих данных авторы сформулировали такое мнение, что различные нарушения мозгового кровотока, которые могут возникать из-за отека, из-за, соответственно, гипертензии, связанной с ней повышением сосудистого сопротивления, из-за, как бы, ишемических атак, они, соответственно, видите, вызывают в мозге как механические изменения. А, в принципе, вообще известно, что в мозге есть механорецепторы. Никто не понимает, что это. То ли это сами нейроны, то ли это астроциты. Этот вопрос, в общем, только находится в стадии разработки. Кроме того, возникает гипоксия. И, как мы видим, это действительно приводит к действию как механических факторов, так, соответственно, и такого большого коктейля химических факторов. Тут назван только PH, вактат и АТФ, что приводит к повышению симпатической активности. И, соответственно, активируется вот этот вот интракраниальный барохеморефлекс, который обеспечивает поддержание мозгового кровотока в норме. Или же, как мы видели, срыв этого механизма может, соответственно, приводить к развитию еще большего повышения симпатической активности. Ну, теперь давайте о том игроке, которым я, как бы, только, соответственно, анонсировала, но не обозначила. А, конечно, в тех экспериментах, которые, соответственно, я показывала, там тщательно контролировался газовый состав, там учитывалось, как бы, как соотносятся внутричерепное и системное давление. И поэтому, как бы, там действительно, на основании этого авторы говорили в основном об этом, как бы, в внутричерепном барорефлексе. Но мы знаем, что вообще на входе в головной мозг есть такие очень важные рецепторные зоны. Это каротидные синусы, где расположены барорецепторы, хеморецепторы. И надо сказать, что эти барорецепторы, они могут повреждаться, как в результате, соответственно, образования теросклеротических бляшек, вот, как бы, хирургическое удаление с, когда действительно нарушается нерв, который идет от каротидного синуса, либо, соответственно, когда образуются опухоли. И, в принципе, сейчас известно, что нарушение как барорефлекса, так и хеморефлекса может иметь довольно важные последствия. Что мы говорим о барорефлексе? Мы знаем, что барорефлекс — это такой основной механизм, гомеостатический механизм регуляции артериального давления. И мы видим, что когда нарушается барорефлекс, вот это нормальный пациент, это человек с односторонней дегнировацией каротидного синуса, человек с двухсторонней, когда у него дегнировированы оба каротидных синуса, мы видим, что резко увеличивается колебание давления. Это плохо. То есть, хоть даже несмотря на то, что средний уровень, если вы посмотрите на эти гистограммки, не изменен, но колебания давления растут. Это что означает? Это означает, что возникают такие скачки давления, которые портят эндотелий, которые вызывают пролиферацию и гипертрофию стенок сосудов. И в конечном итоге, вот действительно, есть такое положение сформулировано, что это называется end organ damage, то есть повреждение органов мишеней. Это что касается барорефлекса. Но вот когда мы говорим о хеморефлексе, то хеморефлекс имеет более, как бы, такие еще глобальные последствия для регуляции, изменения работы хеморефлекса, для изменения нервной регуляции гемодинамики. Ну, я уже говорила, что барорефлекс, в принципе, видите, он работает по механизму отрицательной обратной связи, да, он, как бы, у нас повышается давление, давится симпатическая активность. Хеморефлекс работает принципиально иначе. Когда происходит, соответственно, снижение концентрации кислорода в крови, а, как бы, рецепторы каротидных синусов – это, если даже не единственные, наиболее чувствительные сенсоры содержания кислорода в крови, и, соответственно, происходит одновременная активация вагусной и симпатической активности. Когда организм здоров, это не страшно, потому что активируется дыхание, гипоксия компенсируется, и, как бы, соответственно, все нормально. Но вот при развитии патологических состояний изменение чувствительности периферических хеморецепторов может иметь довольно серьезные последствия для регуляции. А, соответственно, ну, вот это вот портрет, да, это не схема, это реальный портрет каротидного тельца, как его сравнивают иногда с зернышком риса, причем таким маленьким зернышком риса, да, мы видим, что он длиной, там, ну, от полутора до семи миллиметров, вот эта вот штука, там, полтора на семь миллиметров, то есть такой самый, пожалуй, маленький такой орган в нашем организме, вот, расположен он в бифуркации сонной артерии, как вы знаете. И вот довольно давно был известен такой факт, что если у людей высокое чувство, вот если всех пациентов, перенесших инфаркт миокарда, разделить как бы на две группы, с высокой чувствительностью хеморефлекса, который выявляется по, как бы, активации дыхания при гипоксии, и с низкой чувствительностью хеморефлекса, так вот оказывается, что у тех, у кого высокая чувствительность хеморефлекса, они умирают значительно, как бы, быстрее, да, то есть это является предиктором факторов риска смертности при, после перенесенного инфаркта миокарда. И на самом деле, дело в том, что различные влияния, которые возникают при, так сказать, сопутствуют различным патологиям, да, мы видим, что это окислительный стресс, это действие эндотелина, ангиотензина, газотрансмиттеров, они могут, в общем, изменения гипергликемии, инсулин, на самом деле, здесь тоже играет роль, они могут, соответственно, приводить к повышению чувствительности каротидного тельца, и, соответственно, возникает повышение симпатической активности, которая уже, в свою очередь, влияет на, соответственно, различные регуляторные, как бы, последствия, в том числе не только вот на такую острую регуляцию состояния сердечно-сосудистой системы, но даже на метаболические расстройства, потому что, вот как ни удивительно, но если крыс держать на высокой жировой диете, у них развивается симпатическая гиперактивность, у них развивается инсулинорезистентность, если у них удалить каротидные тельца, инсулинорезистентность не развивается или будет значительно ослаблена. Ну и вот таким образом сначала, конечно, животные модели, какие можно патологические состояния у животных скомпенсировать путем, соответственно, разрушения каротидных телец. Это вот те же крысы со спонтанной гипертензией, первичной гипертензией у человека, снижение активности симпатической системы давления, это, соответственно, сердечная недостаточность, когда улучшается, как бы, работа сердца, меньше гипертрофия, меньше аритмия. Это, как бы, соответственно, изменения в почках при менее выраженной повышении артериального давления при солевой нагрузке. Также почечная и реноваскулярная гипертензия. Это модель апноэ во сне, когда животных, как бы, подвергают такой прерывистой гипоксии, довольно серьезной. При этом у них тоже развивается инсулинорезистентность, инсулинорезистентность повышает многое других изменений, тоже компенсируется. Это, как видите, я уже говорила, последствия инсулинорезистентности при приеме высокожировой диеты. Это, соответственно, нарушение в организме потомства, которое родилось от самок, которые во время беременности испытывали недостаток белка в пище. Ну и, соответственно, конечно же, сердечная недостаточность вот, соответственно, тоже компенсируется. Надо сказать, что это вот обзор, как видите, 21-го года, и, может быть, приведены не самые новые ссылки, но я привожу этот рисунок. Мы видим, что сейчас уже, как бы, вот этот вот подход, когда происходит генервация каротидных телец, он не только может сопутствовать каким-то другим вмешательствам, да, как я показывала ранее, но она целенаправленно, может быть, целенаправленным воздействием для лечения, как говорят, фармакорезистентной артериальной гипертензии. Конечно же, у пациентов проводится обычно одностороннее, очень редко двухстороннее, но, в принципе, вот этот подход, он, в принципе, уже постепенно внедряется в клинику, потому что действительно есть состояние, когда человеку никакие таблетки не помогают, и нужно что-то, чтобы снизить у него давление. Ну, наконец, почка, третий орган, да, мы знаем, что, я уже говорила, что в почке есть очень большие, как бы, соответственно, симпатическая система регулирует многие аспекты функционирования почки. Вот я упоминала секрецию ренина, но вы знаете, что это, как бы, первый элемент ренино-ангиотензиновой системы. Образуется ангиотензин второй, который активирует симпатическую систему на разных уровнях. Он напрямую действует на сердечно-сосудистый центр, он облегчает проведение в симпатических ганглях, он увеличивает выброс норадреналина из симпатических окончаний, то есть такой мощный многоуровневый активатор симпатической системы. Но вот кроме эферентных нервов мы видим, что в почке есть достаточно большое количество аферентных нервов, да. Это нервы, которые механо-рецепторы почечных чашек лоханок, измеряющие их наполнение. Это механо-рецепторы сосудов, ну, о них как бы меньше известно, да. Это хеморецепторы, которые измеряют либо содержание ионов ПА, что есть нормальный, так сказать, содержание, состав почечного инстерстиция в норме. И, наконец, есть хеморецепторы, которые активируются при патологических состояниях, при патологической ишемии. Сразу могу сказать, что вообще почечные нервы, они очень деликатные. Вот мы в свое время работали с моделью денирвации почки, да, и надо сказать, что почечные нервы, они очень отличаются по виду, например, от любых соматических нервов. Они не меленизированы. Это пучок такой, знаете, какой слезеобразный пучок не меленизированных волокон. Вот их тут даже как бы вот, как бы трудно, соответственно, вот видите, трудно рассмотреть. И поэтому, ну, надо всегда помнить, что когда вы проводите какие-то вмешательства на почке, да, то нужно всегда помнить, что там есть нервы. Нужно применить максимум усилий и внимание для того, чтобы их сохранить. Почему? Потому что, как показано вот на этом рисунке, это такое, как бы, доксолевая гипертензия. Это когда животных им проводят инъекции дизоксикортикостеронацитаты, это предшественник альдостерона, сажает их на высокосолевую диету. И мы видим, что у них, в отличие от, соответственно, нормальных крыс, развивается повышение давления. Так вот, это повышение давления, мы видим, оно, соответственно, значительно получается более умеренным при полной денервации почек. И даже в том случае, когда удалены, как бы разрушены только афферентные нервы, которые идут от почки, мы видим, что повышение давления оказывается в два раза меньше. Ну и вот так же, как сейчас модное выражение brain-gut, gut-brain-exis, то есть связи такие, двухсторонние связи между органами и головным мозгом, в принципе, существуют такие же двухсторонние связи почки и головного мозга. То есть эфферентная иннервация вызывает множественные физиологические эффекты. Кроме того, в принципе, эфферентные симпатические нервы, они могут провоцировать развитие воспаления в почке путем, как бы, воздействия на макрофаги, на продукцию тканевых цитокинов. Но в то же время существует и вот эта обратная петля, то, что называется kidney brain-axis, да, когда те изменения в почке, они, соответственно, приводят к активации афферентных нервов, происходит повышение активности симпатической системы, которая усугубляет многие изменения, соответственно, которые уже имеются по другим причинам. Ну и, наконец, эффекты денирвации почки. Надо сказать, что вот докосолевая гипертензия – это такой классический пример, когда и общая денирвация, вот видите, TRDN, да, и афферентная денирвация приводят к снижению давления. То есть они оказываются чуть ли не одинаково эффективными. Точно так же это при реноваскулярной гипертензии, особенно при модели две почки, один зажим, или в том случае, когда гипертензия вызывается уменьшением объема почечной ткани. Мы видим, что эти состояния характеризуются, во-первых, центральным повышением активности симпатической системы, а с другой стороны, как бы вот с повреждением почки. То есть необходимо совпадение двух факторов. А вот при таких влияниях, как при спонтанной гипертензии у крыс или при гипертензии, которая вызвана инфузией ангиндезина второго, мы видим, что здесь реализуется, в общем, только один из факторов, и в данном случае у нас либо наполовину эффективна денировация, либо вообще неэффективна. Ну и так же, как и денировация каротидного тельца, в принципе, это возникла еще раньше, денировация почки, опять же, для лечения фармакорезистентной гипертензии у человека. Видите, уже там second generation, второго поколения уже устройства. Это либо радиочастотное разрушение тех нервов, которые идут в стенки почечной артерии, либо ультразвука, интенсивным ультразвуком. И, в принципе, действительно можно получить таким способом снижение артериального давления у таких пациентов в течение нескольких лет. Ну и, пожалуй, последний слайд, который я хочу показать вот перед заключением, это то, что, опять же, почему нужно действительно быть внимательным к состоянию в данном случае почечных нервов. Потому что очень интересно, что если мы видели, что у животных с гипертензией разрушение афферентных почечных нервов приводит к снижению давления, у животных нормальных, то есть это здоровые крысы, спрыгдовали, то есть здоровые животные, самцы такие красивые, здоровые, у них, конечно же, полная денервация приводит также к снижению артериального давления и к увеличению экскреторной функции почки, а вот афферентная денервация у них оказывает противоположное влияние, она, наоборот, приводит к повышению давления. То есть, соответственно, получается, что вот эти афферентные нервы, они, их, эта афферентация почечная, она спровоцирует снижение, наоборот, да, потому что это дегервация, снижение давления в здоровом организме, но ее знак влияния изменяется при развитии почечных патологий. Ну и заключительный слайд, который отличается от того, который был, соответственно, при постановке задачи. Во-первых, я надеюсь, что я все-таки, так сказать, все, что я говорила, привело вас, позволяет мне говорить о том, что ишемия органов часто приводит к активации симпатической системы. И, соответственно, мы видим, что вот органы, они действительно вносят вклад в повышение симпатической активности при патологии, они кричат головному мозгу, нам плохо, сделайте что-нибудь. Ну, а, соответственно, головной мозг что делает? Он еще больше увеличивает симпатическую активность и делает только хуже. Какие есть важные последствия? Важные последствия в том, что когда вы исследуете функционирование органа при ишемии, нужно обращать внимание не только на то, что происходит в самом органе, но и обращать внимание на изменения системной регуляции. Это говорит о том, что те изменения, о которых вам будет рассказывать Василий Николаевич в следующей лекции, надо искать, например, не только в том органе, на который вы воздействуете, но и в других органах. И это поможет вам понять механизмы патогенеза различных заболеваний. И что самое главное, поможет вам понять тайну жизни, понять, как вообще эти органы функционируют в норме. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ольга Сергеевна. Есть ли у нас вопросы? Пожалуйста, их можно задать. Кьяра, здесь вопрос есть. Ольга Сергеевна, спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. А может ли каротидный синус, каротидное тельце восстановиться? Ну, то есть, вот если его удалили, оно в течение жизни? Нет, оно не регенерирует. Понятно. И еще вопрос, возможно, немножко такой глупый. Вот вы говорили, ну вот, про чрезмерную активацию симпатики при ишемии. Можно ли это как-то скомпенсировать, допустим, если начать активировать вагус, стимулировать? Ну, в принципе, да. Ответ, ну, просто такой, как бы, наверное, тут мне нельзя сказать скомпенсировать, да? Во-первых, надо тогда активировать не эферентный, а аферентный вагус. Да? То есть, соответственно, надо или воздействовать какие-то, как бы, влияния, которые будут, соответственно, приводить к активации вагуса. Вообще, тема, как бы, вот этой вагусной стимуляции, она очень популярна, потому что известно, что стимуляция вагуса, например, она давит воспаление, да? То есть, например, стимуляция той веточки вагуса, которая будет идти к черевному ганглию, будет, как бы, подавлять продукцию, соответственно, цитокинов макрофагами, все лезенки, и будет подавлять системное воспаление. Это очень полезно при сепсисе, да? Соответственно, стимуляция вагуса, это сейчас показано с помощью оптогенетических методов, она приводит к, сглаживает нарушения, как бы, в сердце при, например, том же инфаркте миокарда и так далее. То есть, сейчас, в принципе, вот вагусная стимуляция, это очень, ну, популярная тема. И эфирентов, и афирентов, ну и вообще. Спасибо. Спасибо. Да, у нас вот еще есть вопрос. Спасибо за доклад. У меня, наверное, даже не вопрос, а небольшой комментарий. Вот вы в своем докладе сказали, что в баррорефлексе там центральное звено это астроцит или нейрон? Нет, я такого не говорю. Про астроциты я не говорила, про центральное звено баррорефлексы. Я, наверное, непонятно сказала. Извините, я перебила. Ведутся исследования. В принципе, это речь шла о том, что это не классический баррорефлекс, который вот от каротидных синусов, да? Нет, именно от мозга. Это вот кардиоэкранеальный, да, у меня просто вот. Ну, я просто хотел сказать про механизм. Просто дело в том, что известно, например, что механическое воздействие на нейроны, на область, а не на нейроны, на область Орвиэлем, да, соответственно, оно приводит к активации ее. То есть она и обладает механочувствительностью. Что с тобой, представьте, какие клетки чувствуют механические стимулы? Это могут быть сами нейроны, могут быть, соответственно, как бы астроциты, потому что те вот сейчас очень популярны в связи со всеми ишемиями исследовать вот эти оси каналы, да, в принципе, известно, что они тоже механочувствительностью обладают. вот поэтому, может быть, мой комментарий будет вам полезен. Когда-то это была у нас очень мучительная, долгая, тяжелая работа. Значит, удалось выяснить, что вот астроциты, это вентральные поверхности ствола мозга, которые как раз механочувствительные, и механизм их механочувствительности задействован именно не на пьезу, не на пьезоканалах, например, а ключевое там звено, TRPV, четвертый канал, который напрямую связан с конексином 43-м. И вот даже у мышей, у которых как бы делали делецию конексина 43-го, происходило изменение физиологических ответов при изменении давления в мозге на сердечный ритм. Вот, просто перебирали много ингибиторов, всего, может, вам будет удобнее. Интересно, что у этих мышей происходило с кровотоком в мозге, потому что TRPV4 – это один из ключевых каналов, через которые входит кальций в эндотелий сосудов. Эндотелий продуцирует… Ну, просто когда говорят об эндотелии, там вот на роль механосенсоров тоже там подают большое количество канавок, по-видимому, есть тоже региональная специфичность какая-то. Как они стимулировали ни в среде, ни в культуре? Не знаю. Спасибо. Я знаю про астроциты, что со астроцитами были эксперименты. Спасибо большое за интересную дискуссию. Давайте все-таки двигаться дальше. Мы уже чуть-чуть выбились из регламента. Спасибо, Ольга Сергеевна, и шораз.